Всем привет! Сегодня будет видео-болталка из цикла «Я не идеальная мать». Что я здесь хочу отметить, что я допускала одну огромную ошибку. Я, честно, сейчас не вспомню. Говорила я об этом ранее в видео. Может быть, где-то я затрагивала, но хотела бы сегодня поподробнее об этом рассказать, именно об этом моменте. Это видео для тех, конечно, во-первых, у меня есть девчонки, человек 10, кто в комментариях отмечался, писал, что у них сейчас эти детки до года возрастом, или кто-то недавно родил, либо кто-то готовится стать мамой. Я вам всем желаю терпения и здоровья. Это самое важное. Нервные клетки свои берегите, не распыляйтесь просто так, не волнуйтесь лишний раз, не психуйте. Я к чему, что это видео в основном для вас, у кого детки до первого года жизни, у кого это особенно первый ребенок, первый опыт. Потому что моя ошибка и мои ошибки были особенно с этим связаны, что у меня опыта в этом не было. И у меня очень много девушек, которые тоже живут в Турции здесь, ну, в принципе, в других странах, но именно кто в Турции их больше, у кого двое и трое даже детей, то есть у кого опыта этого уже ого-го за плечами, вот ваших бы советов, именно комментариев, советов, я бы хотела больше сегодня послушать, как вы считаете. Моя главная, я не скажу, что это моя прям главная ошибка, но одна из ошибок, которую я допускала, вот так я это могу сформулировать, это чувство вины у меня было, давление от родственников, которые, в принципе, себя не контролируют, особенно здесь, в Турции, они вот очень активно лезут. Моя ошибка была в том, что я слушала советы всяких родственников, а советов было очень много, потому что у меня ребенок очень часто болел. Загистики, не то, что прям болел, но всякие колики, простите, диареи, рвоты и блевоты, блин, прикорм и вся прочая история. У меня все это было, у ребенка, скажем так, везде какие-то проблемы, блин, с этим были связаны. И мне честно, когда говорят, ой, там три месяца, там будет легче, а там год будет. У меня каждый этот этап по месяцам развития ребенка, какие-то проблемы, какие-то проблемы. Постоянно у меня голова, вот честно, из проблем не вылазила. Только воздух охапнул, опять под воду куда-то уходила, было тяжело. И вот представляете, сколько у меня было советов по воспитанию, по укачиванию, по кормлению. Не так, ты все не так делаешь. И причем я это слышала не только от турецких родственников, от моих родственников из России. Проблема, знаете, сразу буду объяснять родителей в том, что у них есть опыт, и они считают, что их опыт правильный. Один пример приведу, скажем так, на котором у меня, не знаю, что сразу со мной случилось, что у меня сработало, девочки. Но если вы такое услышите, тоже имейте в виду, это такой красный сигнал, такой, у-у-у, там сирена над головой, у вас должна лампочка замигать, что все, баста, короче, прекращайте, лавочку закрываем. Когда у ребенка, как это назвать, не знаю правильно, ну такие, короче, физиологические моменты сейчас пойдут, так что кто кушал, пока не кушайте, приостановитесь. Короче, когда у ребенка бывают запоры, да, ребенку ставят свечку, проблемы с какашками, там прикорма, вся вот эта история, полгода там ребенку. И у нас тоже такие проблемы были у ребенка, и, короче говоря, когда мне родственник один в Турции здесь сказал, сейчас, подожди, сделаем, сейчас мы в попу ребенку мыло засунем, чтобы прокакался, ну, извините, уж так скажу. Когда я это услышала, я поняла, что тут адеквата никакого нет, что прошло уже 30-40 лет с момента там, когда он воспитывал своих детей, внуков там, неважно. И уже свечки, знаете, придумали, чтобы вот так вот ребенка не мучить. И когда я это услышала, это человек, который мне втирал, как, что нужно делать, что я плохая мать, потому что я делаю все неправильно, делать как он, и вот надо бежать срочно строгать мыло, чтобы ребенку проблему эту, понимаете, решить. Я такая, для меня это была вот эта красная лампочка над головой, я поняла, что это слушать нельзя. Все. Моя проблема, к чему хочу все-таки перейти, в том, что я слушала советы и старалась не то, что угодить каждому. Они же опытные, они лучше знают. И как бы я пыталась применять все советы, которые мне давали. И порой советы даже противоречили друг другу от одного и того же человека. Но я пыталась сделать все, потому что я была в отчаянии. Я не знала, за что хвататься, мне некому здесь было помогать. И я так замучена была, не спала, не ела и все прочее, из крики и слезы ребенка, что я готова была что угодно сделать, звезду с неба достать, лишь бы он замолчал, ему стало хорошо, у него что-то не болело. Короче, ему как-то помочь любыми методами, короче, способами. И со временем, когда у ребенка здоровье начало выравниваться все, процессы, короче говоря, нормально он зажил, я поняла, что вот это давление, ты плохая мать, ты не так делаешь, что эти советы, они не заканчиваются. Я стала видеть по поступкам, что я ничего плохого не делаю, да все нормально, у ребенка все в порядке, его реакция, короче говоря, нормальная. И я такая, так стопэ, товарищи, я советов ваших сейчас не спрашиваю, это раз, два, у ребенка все в порядке, а вы всегда находите до чего докопаться. Это мой совет, мамочку, молодую, не слушайте вы чужих советов. Как в итоге оказалось, пройдя вот эти всякие препятствия, проблемы со здоровьем ребенка, я всегда интуитивно делала, как я считаю нужным, потому что я мать, я чувствовала реально, как ребенку физически его состояние, как ему будет лучше, как его так держать или вот так. Я же вижу по его реакции, по эмоциям, как животик так болит, а так не болит, колики, всякая история, да, а мне говорят, нет, надо вот так, вот там, не знаю, на плечо и всякое, я говорю, да ну ему же вот так, хорошо. То есть я все делала по-своему. В итоге я пришла к выводу огромному. Это был тяжелый год, и я поняла, что сердце матери обмануть нельзя, мать реально чувствует, у нее есть связь с ребенком, как ребенку лучше, и что ему нужно делать. Папу вашего, он тоже, по сути, самый близкий человек, потому что он этого ребенка, скажем так, делал, но он его не рожал, связи у него такой с ребенком все равно нет. Папы читают в Google, и все, что вычитали, то и делают. А Google не всегда дает, знаете, верные советы, и мнений там также много. Прислушиваться к родителям старшим вас, тетям, дядям, папам, мамам, дедушкам, бабушкам, ребенкам, тоже не нужно, потому что прошло уже очень много лет, и слава богу, медицины и технологии на месте не стоят, и дедовскими, старыми, советскими или турецкими какими-то методами лечить детей, помогать чему-то им, это не работает. Может быть, это работало, но, знаете, тогда просто другого альтернативы не было. А сейчас альтернатива навалом. И, пожалуйста, не пренебрегайте помощью медицины, медикаментов, каких-то средств, не знаю, видеоняни, всего-всего прочего. Вы должны настроиться, девчонки, на то, что это тяжелый год, и физически, и морально, и всякая эмоциональная, и почти у каждой второй посттородовая депрессия. Я тоже этого не избежала, если что. И, короче говоря, я вам к чему веду, что, девочки, всегда первое, чувствуем ребенка, прислушиваемся к его запросам, потребностям, что ему нужно. Вы единственный вот этот канальчик, скажем так, связи, ребенка с внешним миром, и вы понимаете, что ему нужно. Никто другой, ни папа, ни бабушки, дедушки, никто, ни няня никогда не поймет, что ему точно нужно. Только вы. Второе. Вы исходите из интереса вашего ребенка, делайте, как ему будет хорошо. А не как надо по книжке, а не как было 30 лет назад, а не как советуют дед с бабой, и всякая прочая история. Даже педиатры здесь в Турции, уж извините, педиатрия, тут хорошего педиатра надо поискать толкового. В основном не очень педиатры, и даже педиатры дают очень диодские советы, и по прикорму такое. Когда у меня начался прикорм, мне педиатр советовал давать фарш с сливочным маслом, что-то его тушить, с какой-то картошкой, просто пипец, когда это мясо там воет, да, во сколько там, в 7 месяцев, она мне уже в полгода говорит, да, давайте нормально все. То есть тут вообще, как бы, Турция, это по уходу за ребенком и всем этим методам, немножко другой мир не так, как в России. И я, представляете, вообще первый раз, когда ты рожаешь, я осталась посередине вообще. В России одно совет, тут у нас очень жестко, у нас я, материнство, к сожалению, очень большое давление общества на матч, что ты должна быть хорошей матерью. И девочки все, блин, штудируют в Google, чего сказали, как и там, где, смотри, а в Google я написала, диагнозы по Google ставят, это тоже аллю-лю, это ненормально. А в Турции? Да пофигу, да выживи, да ничего страшного, да давай, да все мы так выросли, тут такая история идет, даже от педиатров, ничего страшного, тра-та-та-та-та. И я просто оттуда, и оттуда выдергивала, компоновала, смотрела, как у ребенка реакции, и сходила в итоге по реакции, по ощущениям, по капризам там и все прочее, по ребенку своему делала выводы. Но так как советуют в Турции или как в России, я не делала. И я считаю, что для меня, кто девчонки в такой ситуации оказывается, в другой стране, неважно, не в Турции, в любой другой стране то же самое, вы выгодны в ситуации, потому что вы видите две стороны, вы не попадаете в те условия, только как бы у вас есть шанс сравнивать. И это самое главное, вы им должны воспользоваться. Так что я вам всем желаю, терпение, сил, девчонки, все это закончится. Вы, единственная мысль, которая меня реально уберегала, я понимаю, что самая важная и правильная мысль была, все закончится, и ваш ребенок вырастет, у него будут другие запросы, проблемы, требования, но самое тяжелое физически по уходу за ребенком, это первые полтора года, где-то до двух лет. Два года у меня уже дочка стала очень самостоятельная, много чего делала сама, я уже, скажем так, вздохнула и стала ночью спать. У меня появился сот ребенка, ну, то есть не надо подскакивать, кормить там, еще что-то делать, короче говоря, все стало нормально. Когда закончились памперсы, начался горшок, все, считай, мам, аривидорчи, до свидания, привет, садик, красота. Ну, короче, девчонки, думайте о том, что все закончится. Главное стиснуть зубы, потерпеть и, скажем так, дожить это до конца, вот это тяжелое самое время. Кто очень ждал помощи от пап, знаете, даже мой идеальный муж, от него помощи было просто, она, помощь его пошла постарше, когда с ребенком можно общаться, понимать его, гулять, ходить там, куда-то там в магазин что-то покупать, там свои у них игры, там тусовка своя началась, папы, дочки, окей. Но когда это младенец, мне муж боялся, как огня, и вообще, я боюсь обнять, вдруг я кости переломаю ребенка, понимаете? Какая там помощь, я вас умоляю. Но если у вас есть хорошая помощь, то не пренебрегайте ее от родственников, а если есть возможность нанять няню, то, пожалуйста, девочки, не откладывайте, не тяните, не надо себя гробить. Если у вас есть возможность пользоваться услугами помощницы либо няни, вперед из песни, с самого рождения, чем раньше начнете, тем вам будет легче и лучше, и вы этот тяжелый период быстрее проживете для себя, вам будет легче. Думайте в первую очередь о своем ребенке и о себе, потому что, поверьте, окружающие вас, семья, о вас не думают. Максимум о вас подумают родная там мама, папа ваши, которые там скажут, ой, дочь, давайте подменю там 2-3 часа побудут с ребенком, иди погуляй, просто одна побудь, или иди поспи. Это только у вас хорошее отношение там с мамой, с папой, они у вас заботливые и все такое. Но это те, кто живет за границей, девочки, это огромная проблема. Вот у меня стало, не только у меня, у моих подружек, которые здесь тоже рожают, из наших стран какие-то, с кем я общаюсь, и девочки, которые живут в других странах у себя дома, вы этого никогда не поймете, не почувствуете, знаете, что девчонки, которые здесь живут, у кого вы потрудите, и вы мне напишите в комментариях, согласны вы со мной или нет. Огромная проблема того, что к тебе некому прийти помочь. Те, кто живут у себя там, скажем так, дома, у меня подружка там, у нее двое детей в России, она этого не понимает и не чувствует вот этой проблемой. Я объясняю словами, она слушает, говорит, ой, да, реально? Ну, говорит, блин, жесть, вообще, я бы так не смогла. Это когда к тебе не придет ни тетя, ни сестра родная, ни двоюродная, ни тем более папа с мамой. Некому к тебе прийти с твоей стороны, чтобы ребенку просто на 5 минут оставить, чтобы ты пошла, помыла голову, не знаю, сходила в туалет, выпила чашечку кофе или просто в спокойной обстановке могла сварить еду тому же ребенку. Некому тебе прийти, хотя бы на 5 минут забрать это ребенка у тебя. У меня были там турецкие родственники, которые могли помогать, но они вообще все далеко у нас здесь живут, и по сути мне никто никогда не помогал. И если бы я даже отдавала ребенка, я бы, понимаете, вот эта история с мылом, я бы спокойно с мозгами чистыми оттуда бы не ушла, я бы ребенка не оставила все равно. Я не знаю, что там с ним сделают, короче говоря, я не могла доверить ребенку. Ну, это может быть моя личная проблема, там, ответственности личной, мои личные психологические, да, какие-то загоны. Ну, вот такая история. Так что держите, все нормально. Вы не первые всегда об этом помните. Все же как-то живут, переживают это с разными потерями, с разными проблемами. Ну, не умрете, все будет нормально. Будет опыт, потом подумайте, идти вам за вторым ребенком или нет. Пишите свои комментарии, скоро увидимся, всем пока.